Вкусовые клетки языка Вкусовые луковицы Встроены в более крупные структуры Сосочки Вкусовые сосочки Это те самые крошечные выпуклости Которые придают поверхности языка Характерную шершавость Они находятся на верхней И боковых поверхностях языка И число вкусовых сосочков Достигает 10 тысяч Эту цифру важно отметить Потому что она отражает Идеальный баланс сотворения Поскольку установлено Что меньшее число вкусовых клеток И луковиц Приводит к уменьшению И даже потере вкусовой чувствительности Ну а большее их число Вызывает восприятие привычных вкусов Чрезмерно сладкими Или слишком горькими И в том и в другом случае Мы бы лишились возможности Получать наслаждение от пищи Одним словом Каждая клетка нашего организма Имеет самое оптимальное число Другой необычайный момент Заключается в том Что клетки Находятся в самых Стратегически необходимых местах При перемене их местоположения В частности При перемещении вкусовых клеток С верхней и боковых поверхностей языка На нижнюю Вкусовая чувствительность Многократно ослаблась Эта тонкая уместность Во всех деталях вкусовых клеток Еще одно напоминание тем Кто обладает разумом О сути и основе всех основ Нашего существования Всевышний Творец Сотворил все сущее Наилучшим творением И в превосходном порядке В соответствии с тончайшим планом И строением нашего организма В результате проведенных исследований Выяснилось, что наша вкусовая система Различает пять таких основных вкусов Как сладкий, соленый, горький, кислый и усиливающий Усиливающий вкус содержится в глютамате, мясе, рыбе И в продуктах семейства бобовых Ключ вкуса Раствор Мы не можем определить вкус Абсолютно сухого вещества Хотя бы небольшая часть его Должна раствориться в слюне Чтобы мы почувствовали Каково вещество на вкус Другой факт, полученный в ходе исследований Выявил ошибочность Существовавшей ранее вкусовой карты Последние научные исследования Показали, что вкусовые клетки Могут реагировать на несколько раздражителей Другим словом, каждая вкусовая клетка Обладает более сложной информационной системой Осуществляя связь одновременно с несколькими раздражителями И принцип построения этой связи Еще раз показывает, что вкусовые клетки Это результат превосходного и мудрого творения высшего разума Задумайтесь Наш мозг насчитывает в себе около 100 миллиардов нервных клеток И в то время, когда мы едим Три вкусовых нерва Разносят полученные от вкусовых клеток сообщения По нескольким из всех 100 миллиардов адресов Может ли человек на данном этапе развития химической науки Хоть отдаленно воссоздать эту совершенную структуру О каком случайном зарождении или эволюции может идти речь? Нервы человеческого организма Можно сравнить с самой современной почтовой службой Но только во много раз совершеннее ее Каждую долю секунды Они передают огромное количество информации До нужных адресов безошибочно И без всяких потерь на протяжении всей жизни Хорошо А как же эта информация превращается во вкусный торт? Ответ на этот вопрос пока неизвестен Но каждый новый факт Говорит о неповторимо комплексном строении Вкусовой системы человека И мы еще раз убеждаемся В неподражаемости искусства творения жизни Господа миров Он тот, кто вам низводит воду с неба И ею мы даем произрасти растениям всех видов И ею мы растим побеги злаков Из них выращиваем зерна Усаживая в колос плотным рядом Из финиковой пальмы Завязи ее Гроздья плодов свисающие низко Сады из виноградных лос Маслин, гранатов Которые во многом так похожи И все же столь различны меж собой Когда на них появятся плоды Сладитесь тем, как наливаются они и зреют Поистине всем есть ясные знамения для тех Которые уверовали в Бога Поразительное строение вкусовой системы нашего организма Послужило источником вдохновения для многих ученых Сегодня разрабатываются устройства Работающие по принципу человеческого языка И одно из таких устройств Так называемый электронный язык Предназначение этого прибора Определение несвежих продуктов И выявление гнилостных процессов Причиной которых является деятельность бактерий Анализатор этого прибора Насчитывает в себе около ста крошечных отверстий Каждая из которых спроектирована В виде вкусовой луковицы Разумеется, по своей способности восприятия Это устройство в сотни раз отстает От человеческого языка И совершенно очевидно Насколько великим благом является Человеческий язык и вкусовая система По своему превосходству Несравнимые ни с какими электронными приборами И искать объяснение происхождения Этой системы в других причинах Помимо божественного плана сотворения Просто неразумно Ибо логически нет иных объяснений тому Кроме как план и замысел высшей силы За время этого фильма Мы лишь кратко рассказали вам О таких незаменимых благах Как обонятельные и вкусовые механизмы Данные нам людям Господом Мы стали свидетелями того Насколько ясными и поразительными Свидетельствами осознанного сотворения Изобилуют эти комплексные механизмы Даже невидимые нам обонятельные и вкусовые механизмы Равно как и все во вселенной Созданы творцом и повелителем миров Всевышним Аллахом И следует помнить, что за все эти несметные блага На человеке лежит лишь одна обязанность Быть благодарным своему Господу Благодарным сердцем, словом и делом А к тем, кто пренебрегает этой истины Господь обращает в Коране Следующие строки Скажи, кто посылает вам пропитание с неба и из земли? Кто владеет слухом и зрением вашим? Кто извлекает живое из мертвого И вызывает смерть живого? Кто правит всем происходящим? И они скажут Аллах Тогда скажи Так неужели вы опять не убоитесь? Ведь Он, Аллах, ваш истинный Господь Что может быть помимо истины, если не заблуждение? Так что же не чтите его вы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok